привет ребятки сегодня у нас 5 серия никого однажды в сказке никого пытался не смог у нас был некий капитан крюк в прошлой серии вообще разнос я под таким впечатлением закончил не думаю что сегодня нам опять будут как-то показать но какие-то культовых персонажей скорее всего уже надо как-то раскрывать существующих посмотрим второй сезон мне прям очень очень нравится в предыдущих сериях могила дэниэла он умер из-за тебя я была маленькая а твоя мать она сердце ему вырвало генри поживи пока у дэвида мне нужно чтобы ты был рядом потому что ты этого хочешь они по принуждению генри магия в ней свобода и сила начнем урок такой как мать я не стану эта душа моя зависит от вас и только здесь небезопасно кора где-то рядом надо возвращаться в наше убежище здравствуй крюк у меня не получится я вообще не умею лгать это ложь лишь отчасти ланцелот в самом деле погиб героем а кора в самом деле сбежала ну а частности оставь нам ни к чему сеять среди ваших ненужную панику насчет не нужно неуверенно стойте стара живая часовые должны всегда нести вахту идите за мной с ними ты уже эту накидку те реально удобно право а и не лучше не понимаю наше убежище тайное безопасное как огры на него вышли огры ни при чем здесь что это кора их сердца вырваны с помощью магии бесчеловечные страшные надо остановить ее слишком пола у тебя все-таки дырочка остается но просто там как будто волшебным способом тебя забирает наверное к а дырочка не дырочка не остается когда ты не убиваешь сердца типа забираешь его к себе в шкатулку как риджина например у нас была история с охотником да я с кем только не было она же через одежду забирает а их просто убила классическим методом все убили все поголовки остановить пока она не поубивала других смотрите рука там человек он живой были сейчас сейчас помогите не бойтесь больше вам ничего не грозит выгодать крюк ты они все еще всех не знают ты все еще делаешь подводку для глаз в это время ты не замечала что все пираты делают себе по тому же это красиво потому что они рак такой ехо-хо 3000 чертей но подводку я сделаю потому что это красиво мне кстати очень нравится когда мужчины красят глаза вот так вот подводочкой думаю что вот эти вот манескин вот этот чел который главный их солист вообще распалась кстати группа кисты слышала все распалась перешли на цифровых аватаров не будем больше видеть эту замечательную группу да они все равно россию не приезжают да они уже старые однажды в сказке тор или зевс или кто у нас еще с молниями из сказок был честно я не знаю про что зиме правда я не помню я пыталась вспомнить типа молния про что это спасибо всего эй есть разговор ты спал с моей женой за что он его напомнил за это черт это еще за что за роман с моей женой кэтрин белоснежкой заклятия ведь да я в курсе что надо в общем слухи где он нравится вы ищете портал который бы вернул вас в тот мир и думаете что эмо с мэри маргарет не погибли что они там пусть люди не шепчутся у меня от них секретов нет портал я ищу и найду подожди мне все еще в голове этот удар он же реально по приколу его ударил он по приколу но это чё шутка для тебя чужая рожа ему не нравится мне тоже но это яма и именно поэтому я так сильно не бубняю просто вопрос почему он не бьет всех он все равно не очень относился к мэри маргарет он ее типа динамил он как-то с ней спал но типа но не спал ну короче подожди он спал с мэри маргарет или нет да спал с мэри маргарет а потом я не перезванивал ну там короче вот такие были мутки а кто ему даст по лицу потому что он же спал с другой женщины как где ее то откопали то закопали а это как а кто тебе по роже будет бить ладно хорошо то есть ты ты на нем выместил все а риджину ты почему по лицу не бил она вообще достойная женщина да саша мне мне почему-то я понимаю твои доводы правда понимаю но я почему-то так нравится этот момент что я так да у меня тоже не нравится но несмотря на то что мне не нравится бить его по лицу только потому что он тебе не нравится ну такое он буквально под закрепим как и ты ни хрена себе вот очень смешно меня это рассмешило кто поржал тоже пожалуйста поставьте вот так вот пальчик за вами придет погиб дэвид уничтожен проклятием рассмешит у нас так но и как успехи пока никак но все будет тогда может и другие миры уцелели возможно королева опять солгала а вы уверены если вспомнить ее предысторию риджина вы на прием я держу слово что дала генри но это непросто не прибегать к магии уже два дня замечательно проходите вот меня зовут риджина я не использую маги уже два дня привет риджина здравствуйте риджина здравствуйте все маги темного какого-то круга да 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 агрон 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 сидит такой да да все злодеи из винкс все из винкс просто дело в том что я всего добилась благодаря магии и благодаря ей же всего и лишились понимаешь риджина пошла в психотерапию как и румпель это очень сильный шаг я считаю не каждый человек даже в нашем мире сейчас не ну не идет на такое а она вообще из сказочного мира и она такая ну психолог а куда мне еще надо понимать что это ради генри потому что в противном случае ради себя самой она бы не пошла на это так такая мотивация вот до конца честно в волшебном лесу не было вот такого рода психолога ну был этот сверчок Джимми просто давил на твою совесть он просто приходил и нервозничал а тут у него есть диплом а здесь есть метод какой-то есть метод раньше я просто вас гнобил за то что вы не делаете по православному сейчас у меня есть гештальт метод и можно уже не давить на чувство вины по идее она после смерти Дэниела тоже к подобному психологу возможно и козлой королевой не было бы ну она такая мне надо сепарироваться от матери от матери вот такие вот у нее мысли злая мать что-то стал в последнее время ребенок в принципе не так уж и сильно и виноват вот такие размышления слушай а там был священник вообще роль религии там как я насколько я понимаю там какое-то католическое что-то заигрывание священник где когда они венчались принц и белоснежка их венчал темнокожий священник в общем как будто там есть церковь что странно что да очень странно но вот разве они не должны были выполнять роль духовного попечителя чтобы следить за такими вещами ой ну священники лучше чтобы они этим не занимались мне кажется это их прямая роль раньше психологов не было были священники они справляли плохо и некоторых больных людей отправляли куда подальше куда пожарче что это было за время не хочу туда шанс начать все заново завоевать генри доктор уэйл что за беспардонность верните меня простите в мой мир что реально про него не пробовали искать его имя на доске объявлений проклятие коснулось лишь живых но я никого не могу никуда отправить или не хотите доктор уэйл я настаиваю уйдите вон а походу сейчас про него будет история но я помню кто он и что он отправить его к брату то есть убить его потому что брат мертв судя из этого диалога я извините вы сейчас покривили душой так вы о чем проклятие коснулось не только живых могила вашего отца здесь что мне до уэйна его брата я взяла тех кто мне нужен а конкретней чтобы помочь мне нужно ваше доверие перестать колдовать сто крат труднее чем начать посмотрим усвоен ли урок обездвиж его а получилось великолепна радость моя а теперь последняя махонько малюсенькая задание сердце вырвать как моя мать вырвала ну да твоего возлюбленного и верно выходит ты все уже знаешь бедная лошадка единорог это единорог мягко если сделаешь все аккуратно ему вреда не будет если ты этого хочешь единорога не надо трогать ты помнишь что у Мэрли не было с единорогом да не могу он невинен на свете невинных нет а потом опять знаете шух и жизнь единорога где он бросил свою семью наколол на свой урок ребенка жеребенка потом сбежал за ним менты вот эти все тоже с мигалкой он сбежал как-то через канаву жизнь отвратительная начал торговать вещества вот так и оказался в этом лесу тут его поймали а Румпель об этом знает и говорит виновных невиновных нет мы не знаем пока мы не узнаем историю этого коня с рогом делать выводы в жалеть его не стоит вот теперь он в моей власти сердце если его забрать становится волшебным сильнее простых сердец жертва не погибает она подвластна тебе докажи что умеешь владеть этой силой убей его что ты знаешь как это сделай докажи что ты готова продолжить обучение стави его лжу за хрень ты же буквально обещал даже в привесли что она не будет такой как мать и это полностью от нее зависит то есть ты предлагаешь обучение она может стать она может стать хуже он не говорил что она будет лучше чем мать просто не будет точно такой же парадокс любого джина это хуже чем джин нет эх ты дорогуша все мои чаяния прах я не хочу убивать единорогов в магии сила и власть пока ты не овладеешь ею все обучение впустую ты обучиться хочешь да тогда поразмысли над простейшим вопросом спроси отвечу не мне нужен ответ тебе что тебя сдерживает Ленин а как что кремировали точнее не кремировали а бальзамировали ну магия и сохранила ему тело мать она она не умела колдовать научилась подожди мать вырвала у него сердце а упала кора умеет колдовать а Реджина на тот момент еще прошло сколько времени перед тем как она эту книжку открыла уже церемонии свадебные Леолетополь ты знаешь как он вообще то есть мать кора представляете себе в напоминании забальзамировала ее бывшего что реально ну а как она же вытащила у него сердце убила его он валяется ну ты помнишь эту сцену и оставила ему тело вот как как и было то есть он сейчас вот лежит забальзамированный его моет подмывает как мальзолей короче его звали Дэни я применила она применила я думал это голограмма это что она сделала он мертв заморожен и находится в моем фамильном склепе не смогли расстаться если цепляться за прошлое Реджина оно не отпустит знаете что закончим на этом сеанс погодите я я вам помогу сомневаюсь вообще успешная сессия сессия прошла она вошла в контрперенос начинает реагировать кажется здорово судя это был призрак ты поняла ууууууу а Дэниел получается брат нашего медбрата врача я вспомнила нет нет смотри это интересно тогда выжил это интересно смотри это правда интересно в роли призрака но он даже не надо не постарел так эти ты уже старая я любил молодую приехали кому еще по лицу дашь да брось чего зеваешь тут не школа так что я не выспался гены понимаю и тоже скучаю идем ты представь как обрадуется эмма с белоснежкой когда узнает что ты стал настоящим рыцарем поздоровайся с конем это мой сказал поздоровайся вот твой правда и можно покататься сегодня не катаемся почему сначала нужно многому научиться например ну каждое утро чистишь его стойло чистишь коня и кормишь после школы по новой по два раза каждый день так я не наездник а типа няньки уход за животным основа доверительности взаимопонимание конника и коня понятно но верхом когда начнем конь сам тебе скажет я наведуюсь гномом гляну как дела в шахте и приду за тобой ну ничего мне не скажешь это помрет напоминает лавку со сладостями когда заходишь холодильник и там лежат всякие кренделечки пирожные очень похоже подожди он очнулся после того как заклятие спала он не мог очнуться он ведь мертвый почему все остальные мертвые не очнулись ты готов начнем у я то готов вопрос в том ты готова да конечно скажи зачем ты здесь ради власти стоп пустые слова чего ты хочешь ну же после всех твоих самокопаний скажи ты научишь меня с помощью магии оживлять мертвых так вот в чем все дело в том конюхе я хочу быть счастливой не к тому обратилась милая магия могущественна но не всемогуща смерть есть смерть тогда все кончено и я зря тратил время но что поделаешь воскрешать мертвых выше даже моих сил а я-то полагал они безграничны и кстати может нет у нас тут пустяшный разговор румпель штиль схем она уходит вот то что ты просил ну а башмачки не отыскал говорят их умыкнули в другие края вот почему прикольно отправимся вместе не сомневаюсь что шляпа перенесет это же да ну типа прикольно что они здесь упоминают какие-то мелкие детали которые будут других сезонных других линиях блин это очень круто насколько я понимаю это башмачки его сына да башмачки его сына нет 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 твоя шляпа портал меж волшебными мирами а мне надо в мир без волшебства кому он нужен такой это мое дело берешь шар или как да возьми столько золота сколько сочтешь нужным да ты 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 ведь знаешь где выход с учебой закончили то есть как это ты больше не станешь меня учить пока тебя заботят глупости вроде воскрешения мертвых пока ты живешь прошлым можешь забыть о будущем и все уроки будут невпрок простите что невольно подслушал но вам стоит обратиться за помощью кому-то другому а вы знаете кому возможно а джефферсон я много странствую и вижу много видал я и того кто бы смог вернуть кого-то с того света он скажем так чернокнижник хотите я его приведу а взамен конечно вопрос цены моя такая я повторюсь много странствую и нажил немало врагов вот бы мне королевский пропуск дающий право разъезжать где угодно откуда он у меня вы ведь королева так ведь совершенно верно чернокнижник а он правда может оживлять мертвых но если не он то никто кто же этот чернокнижник ты его раньше видела да он кузнец с пару месяцев как к нам прибился говорит руку потерял в битве с огнем а то есть они даже это продумали какие они молодцы что он я же говорю они что в лицо не знают всех там мало людей то есть он еще за два месяца внедрился в эту компанию а крюк да так крюк подожди план с корой он не вот вчера образовался ему уже несколько месяцев очень классно их союз чтобы кора оставила свидетеля подозрительно зная коварство коры не хочу попасться на ее крючок держите ха-ха-ха не знаю как вас и благодарить смешно в какой-то веке судьба ко мне благосклонна ха-ха-ха это правда весело остров усыпан трупами а вы уцелели как так получилось она напала в ночи перебила всех одним махом а как стала вырывать сердца я спрятался под телами уже убитых притворился мертвым к счастью моя хитрость удалась а говорят трус погибает первым я всего лишь пытался выжить хотите открою маленький секрет я чувствую когда мне кто-то пытается сказать неправду я сказал правду надо уходить она же в волшебном лесу это ее родина а волшебное существо и ее волшебное понимание правды здесь наверное еще ярче срабатывает то есть она в нашем мире она может там где-то что-то кое-как работает а здесь и работает всегда без отказа так все нравится вдруг кора вернется и поискать новый портал в сторибрук я не успела пообщаться с мужем не говоря уж о внуке вы бабушка? долго рассказывать я знаю эти края и выведу вас выведу? для начала скажи правду кто ты такой а о чем мы не можем догадаться кто он такой? откуда они знают? ну как не знать? капитана крюка мало ли кому руку отрубили он крюк же наверное снял снял крюк надо снимать он такой снял крюк и венчик вот этот для взбивания них я повар это моя главная профессия я капитан миксер доктор Уэл вы здесь? и где твой чернокнижник? ты обещал его мне доставить? обещал и скоро вас познакомлю но будьте с ним осторожны да? он опасен? не для нас но стоит учесть что в нашем мире для него все в диковинку вновь и наши обычаи и сама магия меня заботит лишь его магия то насколько она действенна что ж это мы скоро узнаем позвольте представить вот ваш спаситель вы чернокнижник? вы чернокнижник? так точнее доктор но вы вправе звать меня как вам удобно хорошо это кто? наш доктор доктор Уэйн я узнал что это доктор Уэйн какой он персонаж? из какой он сказки вылез смотри доктор вам объяснили для чего вы здесь? разумеется итак где пациент? невероятно словно он испустил дух пару секунд назад противотленные чары сможете его оживить? возможно посмотрим слушай это вообще не противоречит ничему вот если ты умер сразу и тебя законсервировали и твой мозг еще не успел разложиться потому что проблема всех воскрешений в том что расщепляется мозг в первую очередь то есть мы можем подключить тело заставить кровообращение биться даже вырабатывать что-то но вот с мозгами всегда беда он гниет прям в первую очередь и если она за несколько секунд успела все остановить что мне удивительно потому что она раньше не колдовала ну допустим это она выучила и его мне кажется даже спустя сто лет в нашем мире можно будет сделать у нас пока что только кремация что такое? ничего, ничего а можно как-то во времени путешествовать? можно на нашу планету спуститься через 200 лет а у нас все ну они во времени не особо путешествуют они между мирами со сложностями путешествуют какое время? но это было бы очень удобно да, это было бы удобно просто есть разработки которые помогают оживлять мертвых свиней которые пять часов как мертвы но проблемы опять же с мозгами мы не можем знать что у них там в голове происходит то ли они уже совсем с ума сошли то ли еще что-то короче даже сейчас уже получается что-то в этом делать не могу сказать что это прям на сто процентов но разработки идут ужасно ну очень интересно ну очень интересно феноменально состояние идеальное не считая того что он мертв сколько раз вы это проделывали доктор? она не знает? я? не знаю о чем операция суть эксперимент исход непредсказуем но при благоприятных условиях прогноз оптимистичен оптимистичен? просто выслушайте так это шарлатан вот что ничего подобного я тут ради последнего недостающего фрагмента головоломки а как же сердце? а кора же выдернула сердце надо ее сердце где-то раздобыть воткнуть но если сердце выдернуто магическим способом то в принципе человек может и без сердца жить если ты сердце магии вырываешь он может жить но она его убила да это странно я думал что сердце какую-то пленку магическую ну то есть ты живешь без сердца оно бьется и как-то ну короче магия да? но она же его рассыпала и как бы нечем гонять кровь они как бы и магические но все еще такие же как мы то есть это такая одно без другого не существует надо раздобыть сердце допустим того же коня который во всем виноват и воткнуть как опять же мы используем некоторых свиней для того чтобы выращивать там сердца чтобы пересаживать их людям ну типа что за фрагмент? сердце весьма хрупкий орган а мне нужно сильное я прошел свой мир вдоль и поперек в поисках сердца способного выдержать операцию но не нашел но говорят в ваших краях водятся сердца волшебные настолько сильные что лучатся вот почему вы здесь дабы закончить работу так скажите что вы с ними делаете? в чем суть волшебства? владеющий темной магией просто вырывает сердце из человека еще при его жизни а они все такие сердца у них да он говорит светится лучше проблема в том что у него нет сердца он наверное об этом не знает хорош они все такие волшебные светящиеся мы просто их не видим у них биология другая да у волшебных существ хм это вам по силам? нет а кое-кто уверял королева сильная колдунья я не использую магию во зло что ж хотите вернуть возлюбленного ищите того кто не столь щепетилен я зря потратил время нет я знаю кто поможет нам и где достать сердце доктор Уэйл ну что это? опыты его Уэйл Уэйл я знаю что вы выкрали Дэниела и одно из моих сердец зачем? зачем? вы его оживили оживил он живой да я восстал из мертвых но не как Дэниел что? он монстр это его рука лежала на подносе он без руки остался а оторвал ему руку его не жалко но просто он сегодня получил уже по лицу и остался без руки я кстати не помню про руку сколь сюда рука рука лежала я думал там какие то у него да странная история вы же должны были понимать что хотя откуда вы должны были это понимать у вас не было прецедентов я не знаю насколько это правда опять же из медицинских баек возможно меня поправят люди которые осведомлены в этом вопросе больше но пересадка сердца даже в рамках вот нашего мира должно прижиться не она приживается оно ну как бы немножко меняет организм как сердце начинает воздействовать так и у некоторых по-разному все это все это как бы и свойства характера даже иногда менялись ну то есть ну опять же это нельзя так сказать что это какая-то магия я имею ввиду что это такие взаимосвязанные вещи чужое сердце это тяжело ну вот такое ощущение что если ты пересадишь сердце такое какого-то персонажа непонятного злого то возможно он будет влиять на позитивные фибры опять же у нас так нет у нас нет умных сердец они все подчиняются но в любом случае это очень интересно то есть камин моей матери прелестно но причем тут фамильные ценности это смотря какие слушайтесь в каминный голос просто слушайтесь откуда этот стук откуда этот стук оттуда выбирайте выбирайте это все сердца из коллекции моей матери у матери коллекция поинтереснее чем у нее потому что у нее все в шкафчиках а у матери прям прозрачное видно как они бьются мне кажется это вообще классно но Рейджина систематизировала их лучше она не тратит место на проект то есть все как то разбросаны все понимаю но это старые какие-то замашки мне больше нравится да оптимизация да но это красиво она стольких сгубила стольких замучила что сама потеряла им счет она сама зло что случилось почему на доктора уэйла напали спросите спросите у врачей нет я у вас спрошу я пришла поговорить с ним и нашла его в луже крови да клянусь что дальше о чем вы с ним собирались говорить об одном знакомом кажется он вернулся Дэниел его зовут Дэниел ваш нареченный кажется белоснежка рассказывала что он погиб из за нее да погиб так что значит вернулся уэйл он возомнил что умеет оживлять мертвых и насколько понимаю это правда вас удивляет а меня нет он занимается чем-то что гораздо сильнее магии так мне сказали ему нужно было сердце и он взял одно из моих у вас склад сердец в моем скрепе из нашего мира и чье он стащил понятия не имею такая я сгубила многих и давно потерял счет я к нему найти помочь и стойте ну и где он вы понимаете что он очень опасен не для меня больше он никого не тронет Дэвид я обещаю вот тут я рисковать не стану предлагаю выбор Реджина скажите где он или в тюрьму скорее всего это как выйти искомые он пойдет туда где мы с ним в последний раз развиделись в конюшне стоп генри генри в конюшнях дед говорит а че Реджина и Кура не подписывают коробки ну видимо нет она же ну прикольные кстати параллели с матерью но она тоже такая а вот этого сердца да это туда не систематизировала как ты думал запомню ты дашь мне знать когда будешь готов ну если готов скажи ладно не нет 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 ооо ты че а а а а а а а а а ну совсем с ума сошел ты Кура ты Кура Безумие, безумие Это чистая правда Я простой кузнец Кузнец, да Не хочешь откровенничать с нами? Заговоришь, когда огра будут рвать тебя на куски Уходим Стойте Вы не бросите меня им на съедение А вдруг он говорит правду? Он лжет Хорошо Обыграли-таки А тех, кто меня обыграл, по пальцам сосчитать Шутка такая Нападать или нет? Я Стою Дать знак Кто ты? Киллиан Джонс Но в народе меня больше знают под другим прозвищем Крюк Крюк? Гляньте в мешке В смысле, капитан Крюк? Стойте Лучшая часть в этом сериале Это будет длиться бесконечно Каждый раз, когда у нас снова персонаж Эмма такая В смысле Капитан Крюк Поторопись Поторопись Они уже близко Не хочешь к ним на ужин? Начинай говорить Кора хотела, чтобы я втерся к вам в доверие И разнюхал все, что можно про этот ваш Стори-прук Чтобы подстраховаться от сюрпризов там на месте Ей туда не попасть Волшебный шкаф сожжен Да, но волшебство не сгорело Кора собрала пепел и с его помощью вновь откроет портал Я бы все-таки попросил перерезать веревки Нет Пусть останется здесь и поплатится за отнятые жизни Это Кора, а не я Идем Стойте Стойте! Я нужен вам Зачем? Затем, что у нас общий интерес Пробраться в ваш мир Шкуру спасаешь, понятно Но нам нет смысла тебе верить Я хотел присоседиться к Коре Но смотрю, вы тоже не промах Предложу вам то же, что и ей Я вам помогу А вы берете меня с собой Помогу? В чем? Вернуться домой? Да, помогу в чем? Я уже тут Я не могу Там он гремит уже, идет Мне кажется, он такой Так, ну тут прям медленно идти Когда вот прям, знаешь, вышел прям заранее Очень сильно заранее Тебе куда-то в институт школы Он такой, блин Как-нибудь кружочками, петлечками И такой, пришел Шкаф откроет портал В ваш мир Но этого мало Нужен волшебный компас Кора его ищет Я же помогу вам ее опередить То есть Кора не попадет в стори, Брук? А мы окажемся на шаг ближе к дому Слишком заманчиво Есть лишь один способ узнать Последний вопрос И очень постарайся, чтобы я тебе поверила Зачем капитану Крюку надо в стори, Брук? Чтобы поквитаться с тем, кто лишил меня руки Последний вопрос У тебя есть другие насадки на этот? Пожалуйста, не надо Лошади вас боятся Вы поранились? Вам помочь? Я помогу Пожалуйста Дэниан, пусти его Ты цел? Да Какой ужас Бегом! Все верно И правда ты Я его не удержу долго Утихомите его заклятием Нет, даже и не просите Что вы делаете? Он чудовище, Реджина Не хотите, сам не сделаю я Дэвид, я умоляю Дайте нам поговорить Опасно, мало ли что ему в голову взбредет Пожалуйста, один единственный шанс Исключено, Реджина, не мешайте Нет! Не трогайте, уйдите Меня он послушает Прошу вас Дайте мне поговорить с женихом Бедный Реджин Бедный, это ужасно Это нахрен ужасно Я ему никогда такой славы не видел Сердце, ваше величество Благодарю Будьте добры Ждите здесь Оперировать я предпочитаю один Если бы не молнии Я бы и не подумал, что это аллюзия на Франкенштейна Это аллюзия на Франкенштейна? Там тоже все гремело, сверкало И тоже нужен был большой разряд Чтобы оживить его монстра Как его звали? Напомни еще раз Чернокнижник, доктор Уэйл А какая была у него фамилия? Не надо гуглить Не надо гуглить Смотри просто Ну как будто, да? Как будто обоно Я инженит Что за силу он задействует? Магию? Да нет, что-то более действенное Вот так? Почему нам нельзя смотреть? В его мире много для нас непонятного Непостижимого Если он не справится с задачей Румпельштильсхен прав Она невыполнима Ну как? Мне жаль Не вышло Сердечко слабовато Не выдержало нагрузки Ты пушарь, я красиво Блин, ненавижу, ненавижу этот шар. Блин, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Нам не показывали это, нам не показывали, но нам нужно сильное сердце. Я что-то так пролистываю в голове, а кто у нас был прям такой суперкрутой, сильный, у кого можно было вырвать сердце? Ну я не помню, что сердце. Так, она на своем, она, да, нет. Что? Я уже думал, нет, ладно. Саша на теории есть. Нет, все! Я люблю тебя. Реджина. Дэниел. Я глазам своим не верю. Дэниел. Уйми эту боль. Как? Отпусти меня навсегда. Нет, нет, снова тебя потерять. Без тебя я мертва. Дэниел. Дэниел, вернись ко мне. Я не могу. Я тебя люблю. Так докажи. Ужас. Прощай, Дэниел. Вы че? Мне каждый раз больно на это смотреть. С одной стороны, это хорошо. Она его отпустила, сделала то, что ей советовал сверчок Джиммини. Ну, типа, это так ужасно. Этот доктор Уэйл, блин, дал ей надежду буквально на пару часов. Мне правда больно на это смотреть. Это просто ужасно. Но мне нравятся параллели. Ну, что Румпельштильский научил этому ее, ну, типа, обездвижить, обездвить, ну, короче. Того рецидивиста с рогом, я помню. Да, 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 и потом, типа, убить. Мне очень грустно. За перевалом будет вам компас. Эмма, тебе не кажется, что он нас ведет прямиком в лапы коры? Что это за подня? Кажется. Но если мы их раскусили, то сможем сыграть на опережение. Правильно. Стало быть, компас на вершине? О, да. И как до него добраться? Добраться — это полбеды. Но там страж великан. Ну, я не думаю, что ему уже стоит переживать, потому что, если он что-то скажет, все равно будет понятно, что он врет. Так. Кто это? Новая ученица. Более, скажем так, прилежная. Прилежная? Ой. Госпожу Лопаста за что? Чтоб доказать. Ну, это ее соперница. А она злючка теперь. Все, видишь мою прическу? Все. Прически можно было понять. Прически можно было понять. Не обязательно было убивать ее. Убила свою однокурсницу. Кто этого не хотел? Ну, это ужасно. Это ужасно. Итак. Продолжим. Ну, это такая быстрая трансформация. Вообще не быстрая. У нее была надежда все это время. Она училась магии. И у нее была надежда, что она сможет воскресить Даниэла. Она поняла, что она этого сделать не может. Поэтому она сфокусировалась не на том, чтобы его воскресить. Она поняла, что это уже невозможно. А на месте. И она такая, ну все, мне терять нечего. Теперь я злая. Теперь мой мотиватор и мой смысл — это месть. Объяснила. Это очень резко произошло. Она все такая... Вообще не резко. Ой, убивать, таскать сердечки — это не... Не мое. А тут буквально после того, как первый... Вообще это странно, потому что ей Франкенштейн, я буду его так называть, что очень много параллелей, как будто он сказал, что сердечко не выдержало. Следовательно, есть более мощное сердечко. И вопрос только в сердечке. Да как ты поймешь, какой сердечке? Нет, ну типа она такая, эта херня не работает. Ну, я понимаю, что у нее внутри как будто уже был потенциал быть злодейкой. И ее что-то сдерживало. И, как ты говоришь, надежда иссякла после того, как первый раз у Франкенштейна не получилось это сделать. Тогда как бы она прошла, ну это прям так резко и так жестко. И все это из-за того, что не получилось молниями оживить ее бывшего. Ну, как будто мне этого недостаточно. Ну, когда у тебя горе, тебе нужно за что-то держаться. И если надежда все, надежды нет, и ты больше не можешь держаться надежду, тебе нужен другой якорь. И она увидела вместе этот якорь. И в парикмахере. И в парикмахере. Вернулись? Я колдовала. Проходите и расскажите. Святой Отец, я колдовала. Все! Верните меня домой. Меня ждет работа, а тут мы закончили. Мы закончим, когда он даст отбой. Полно-полно. Терпение. Наша дельце почти свершилось. Вы довольны его результатом? Она и правда в отчаянии. Еще бы. Поверила в провал. Ты бы видел слезы. Я видел последствия. Впечатляет. Э, а мой интерес? Да, получите. Взгляну с вашего позволения. Видишь? Вижу, я офигеваю. Приятно было иметь с вами дело. И это взаимно. С вашей помощью я создал чудовище. Желаю и вам в этом преуспеть. Я чудовищ не делаю. Ну, разумеется. Удачи. Если сердце сильное, удача мне не понадобится. Только магия? Нет. Мои изыскания превосходят любые чары. И все же невозможно без волшебного сердца. Вы узкомыслите. Мои возможности куда шире любых ваших заклинаний. Воистину удивительный мир, где люди наделены таким могуществом. Согласен. Спорим, однажды вы признаете мою правоту. Я сомневаюсь. Так, мы пойдем? Да. Дорогой мой, учтите, каким бы ни был ваш промысел, за него придется платить. Я, кстати, никогда не знаю, что есть история Санкинштейна. Убил его, его детище, его имени. Парк. Крумпель, получается, сделал Корп с самого начала до самого конца. Реджина. Я их путаю. Реджина Корп, почему я их путаю? Видимо... Они родственники. Это... Мне его харизма нравится. За последние несколько серий, он вообще для меня стал каким-то мерзким чуваком. Слушай, ну он злодей, ну конечно. Я понимаю, но он как будто... В первом сезоне нам рисовали его какую-то идеологию моральную. Потом, ну как бы, я такой проникаюсь. Какой прикольный человек. Ему нужна сильная ведьма, колдунья, чтобы сотворить это заклятие. Ну вот, когда ты начинаешь в детали погружаться... Это настолько классно продумано. Вообще, меня поражает, насколько вот первые, наверное, три сезона между собой офигенно связанной, офигенно продуманной. Это правда восхищает меня. Я тоже вижу эту параллель, потому что изначально того, к чему мы пришли, декодируя, ему нужна вот эта ведьма, ее нужно наделить мотивацией, заставить ее всем мстить, нагнать эту тучу, вести с ней эту ожесточенную какую-то борьбу, подогревая ее. Все это вообще закулисная игра. Гениально. Ну вот так вот, если подумать, столько ты заговнял душ, только для того, чтобы вытащить своего сына. Да, я понимаю, но... Ну, плевать. Это психопатия, это вообще ненормально. Да. А что у него в шопере? Ручка? Классно. Да. Классно. Еще одна классная параллель. За магией пришел? Я, конечно, деру стрижкуры, но не в прямом смысле слова. Сможете? Что, пришить руку обратно? Так, сможете? Конечно. Но прежде... Зачем? Чтобы я ею пользовался. Разумеется. Я не о том, зачем было оживлять бедного конюха вот сейчас. Я думал... Я думал, если помогу ей, она вернет меня домой. К брату, и он снова восстанет из мертвых. Снова? Первый опыт не удался. Я должен вернуться. И продолжить. Видимо, это не в ее силах. Соболезную. А рука? Сможете что-то сделать? Конечно. Но есть разница между мочь и хотеть. Ваша цена? Признайте. Признать что? Вы знаете что. Раз пришли сюда, а не в больницу. Зачем вы здесь? Прикольно. За волшебством. Все, что я хотел услышать. О! Всегда рад иметь с вами дело, Виктор. Это великолепно. Ты только, только, только наполнил этот мир магией уже. Сколько добра можно было сделать этим румпелем здесь? Рак! На! Спит! На! Сифилис! Вы вообще слышали про него? Это только дядюшка Ленин болел. Все остальные, и все. Выздоровели. Доктор? Вы вернулись? Поиски увенчались успехом? Да. Полюбуйтесь. Невероятно, не так ли? Последний фрагмент. Недостающий. Что ж, пора. Что ж, получилось? Видимо, получилась неправильная помощь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ожил. Получилось? Виктор, получилось? Да. Наконец-то. Виктор, доченька... Брат, возвращение. Вы волшебник, доктор Фринкенштейн. Нет. Не волшебник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ученый. Великолеп. Каждая серия какой-то разнос. Я ждал, что у нас вот так пойдет на спад. Нам показали крыка, о чем мне еще надо. Я счастлив был. Ты еще половина всех волшебных существ. Это очень круто. Это правда круто. Фринкенштейн. Может, мы и Дракулу увидим? Ну, прямо. Ну, раз уж мы уже по-пенсильвански этим пошли, этим холмам, местам молниемся. Может, мы и Дракулу увидим? Давайте Дракулу. Дракулу тоже классно. Ван Хельсинг, давайте. Он тоже волшебный персонаж. Еще нет. Дракула и Ван Хельсинга. Причем очень похожи. Это я отсылаюсь к тому фильму, где, вообще, все было красиво. 2003 года или 5-го, если вы помните, о каком Якове и Ван Хельсинге. Ты ничего не сказала, да? У нас будет Дракула. Я что, да? Серьезно? Будет Дракула? Я буду ждать Дракулу. Ждите Дракулу. Я ждю Дракулу. Жду Дракулу. Ждете Дракулу? Ставьте лайк. Дракула. Охренеть. Франкенштейн. Ну, а что ты хотела? Не, как бы все к этому шло. Но классно. И он из другого мира. Да. Он не из волшебного леса. Такое ощущение, что любая фэнтезийная линия – это другой мир. Вот, допустим, мир Гарри Поттера, мир Толкина. Мультивселенная, да. Но это не мультивселенная. Это, знаешь, как будто все миры нашего культурного достояния. Допустим, там, Властелин колец. Вот все. Это отдельный мир. И они все переплетены и могут путешествовать между мирами. Кстати, мне кажется, у нас будут еще персонажи из этого мира. Не только Франкенштейн. Ну, я могу ошибаться. Ну, они как будто бы... Вот сказки – это какое-то народное достояние. Тут мир, определенный мир, где они все сплелись. И понятно, вот этот мир. У нас есть мир, ну, фэнтезийный мир. И он тоже, наверное, отдельная ветка существует. И между ними есть, вот, допустим, Клайв Льюльс. Как его звали-то, блин? Клайв Льюльса. Клайв Льюльса, который «Алису в стране чудес» написал. Нет, это Клайв Льюльс – это Нарния. Да? Да. А кто у нас забыл? Лично забываю. Я тоже. Короче, это отдельный мир. И он показан здесь как отдельный мир. С «Алису в стране чудес», потому что это буквально его бестселлер, ну, этого ученого. А, допустим, «Хроники Нарнии» тоже отдельная, получается. Все они, все эти миры. Но это, я только так могу объяснить эти миры. Да, ну, да. Так и есть. Есть несколько миров. Земля все равно. Прикольно, что мы попрощались 10 минут назад. А, мы еще болтаем, да, все. Увидим в следующий раз Аслана или Аслана, не знаю, как его. Аслан, мне вообще кажется, что это какое-то кавказское турецкое имя Аслан, да? Что я понимаю, да. Не думал об этом раньше. Я в детстве, когда я читал, думал Аслан. Ну, там Аслан. Аслан, да. А, послушай, Аслан или где-то, я не знаю, то ли в такси видел Аслан. Классно. К вам едет Аслан. К вам едет Лев. Пока. Пока. Теперь точно пока. Пока.